МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии. Основы хорошего урожая и подготовку к весеннепылевым работам обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Чебок-Сарка, Сугутка и Трусиха в столице Чувашии обсудили перспективы развития прибрежных территорий малых рек. Профессия голос. Именитые музыканты провели в столице Чувашии мастер-классы по вокалу и инструментальному искусству. Республика готовится к весеннепылевым работам. Темпы и сроки обсудили сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашской республики. На каждой работе свое время сельхозпроизводители завершают проверку техники, готовятся к подкормке земли. Кстати, в прошлом году она началась в середине марта. В этом весна немного запаздывает. Февраль и вовсе удивил своими минусовыми значениями и обилием осадков. По оценке синоптиков, сход снежного покрова ожидается не раньше третьей декады марта. Что же касается семенного материала, республика в полном объеме ими обеспечена. Вся посевная площадь под урожай 2020 года составит 550 тысяч гектар. Это на 2000 гектар выше к уровню 2020 года. Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 290 тысяч гектар. Доля зерновых культур в общей посевной площади составляет 53,6%. Технический культур 5,1%, картофеля 3,6% в сельхозорганизациях и КФХ. Листопублики семена яровых зерновых культур засыпаны в объеме 48,5 тысяч тонн или 101% от потребности с учетом пересева. Проверено 46,8 тысяч тонн семян. Из этого объема доля кондиционных составляет 87% или 40 тысяч тонн на уровне прошлого года. Подготовка семян до базисных кондиций продолжается. Темпы приобретения минеральных удобрений, несмотря на рост цен, превышают уровень прошлого года на 13%. По словам профильного министра, благодаря подписанным в 2020 году соглашениям с ведущими российскими производителями, поставки минеральных удобрений идут по намеченному плану. Наибольшим спросом пользуется селитра. Правительство нашло средства на поддержку этого важного сегмента. Продовольственным фондом республики созданы запасы минеральных удобрений в полном ассортименте всего 10 наименований. Это позволяет пока удерживать цены на приемлемом уровне. На сегодня протфондом отгружено в два раза больше удобрений, чем в прошедшем сезоне. Поставки удобрений в хозяйстве идут в ежедневном режиме без выходных. Обсудили на совещании механизм записи детей в первый класс. В этом году в школы республики пойдут около 17 тысяч ребят. Примерно 7 тысяч в столице. Только в микро-районе Новый Город откроются 6 первых классов. Лучше подобрать школу рядом с домом на сайте своего муниципалитета, муниципального органа управления образованием, по распоряжению главы администрации, за какой школой закреплен ваш ребенок. И если школа совпадает с вашим желанием, то 1 апреля вы должны зайти по ссылке через этот портал или через портал наших государственных услуг, или прийти в конце концов лично в школу и написать заявление о приеме ребенка в первый класс. 6 июля будет стартовать запись в первые классы. Опять же, по всей республике. Для всех, кто хочет отправить его в школу, ребенка не по прописке. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Большая сессия на тему благоустройства малых рек. В столице республики обсудили перспективы развития прибрежных территорий реки Чебоксарки, Сугутки и Трусихи. Когда-то именно эти реки украшали облик столицы и составляли особый природный ландшафт. Пешеходные дорожки, небольшие мостики, естественная зеленая зона. Таких тихих уголков для прогулок было немало. Строительство ГЭС разрушило естественный экологический баланс. Местами реки заковали в трубы, а часть открытых водоемов просто забросили. Защитники окружающей среды не раз выходили с предложением вернуть прибрежным территориям статус зон отдыха. И вот, наконец, вопрос двинулся с мертвой точки. Участниками сессии стали более 200 человек. Тема очень актуальна. Наша территория как раз находится между реками Чебоксарка и Сугутка. Частный сектор в основном. У нас проблема частного сектора – это экология по канализации. То есть у всех выгребные ямы только, а общего коллектора нет. Вывоз мусора с наших улиц не происходит в зимнее время, потому что проезда нет. Конечно, в первую очередь надо провести берегово-укрепительные работы, очистить дно от мусора и обустроить к рекам подъездные пути. Следующий этап – развитие инфраструктуры. Планируются пешеходные маршруты, ландшафтные парки, спортивные зоны. Вокруг этих трех малых рек сосредоточено порядка 150 тысяч жителей. Это немало на сегодняшний день. Это уже подчеркивает социальную значимость данного проекта. На сегодняшний день все прилегающие земли к этим рекам, они заброшены. Данный проект, реализация благоустройства, позволит вовлечь дополнительно в оборот эти земли. Для города это бюджет. Они могут заводить в аренду, продавать, туда придет бизнес. То есть появится такая вторая жизнь. Малые реки Чебоксар могут стать новым центром притяжения туристов, а развитые прибрежные территории будут интересны застройщикам. Все идеи горожан войдут в общую концепцию благоустройства. Мастер-план намерены представить общественности летом. Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Георгий Кривошейн, Республика. Все предложения и обращения жителей республики в органы власти находятся под постоянным контролем. Обратная связь работает бесперебойно. Государственная система инцидент-менеджмент, действующая во всех регионах России, позволяет в короткие сроки отреагировать на жалобу и решить возникшую проблему. Только за февраль специалисты Центра управления регионом обработали около 4500 обращений. Так жители города Канаж пожаловались на постоянные перебои, а то и отсутствие воды в частном секторе. Вопрос отрегулировали быстро. У нас частный сектор. К нам проведен центральный водопровод, который постоянно мерзнет. Неоднократно обращались в МУП «Водоканал», а действий никаких. Нас пять домов, живущих без воды. Воду с работы приходится возить баклажками, чтобы приготовить пищу. У нас дети маленькие. Их не помыть. Ничего. Это сообщение от жителей Канажа по имени Андреев Центр управления регионом поступило 5 марта в 6.30 утра. Через пару часов проблему решили. С автором обращения нам встретиться не удалось. Но жители частного сектора подтвердили, проблема не нова. У нас воду подключили из подвала пятиэтажного дома 17 или 19 по улице Куйбышева. Трубу провели вдоль фундамента, который, как сильные морозы, промерзает. Фундамент там, значит, щель, надувая снег на эту трубу. И вода замерзает. Как сильный мороз, так у нас воды нет. Звонили дочери. Дочь нам привозила в бутылях воду пищевую. И мы вот таким образом, значит, жили. Ну и вот так вот мучились без воды. А умываться разогревали вот воду, значит, то есть разогревали снег на газу и умывались. Сейчас вода есть, да. Последний раз отогрели. Оказывается, коммунальщикам достаточно было отогреть, а в некоторых местах просто заменить задвижку, чтобы вода пошла в дома. Конечно, это временное решение. Летом трубу будут перекладывать. Водопровод некачественно выполненный под вами части. Мы его исправим. И, соответственно, чтобы, так сказать, в дальнейшем не было этих недочетов. Вот чтобы эту трубу немножко перенесли, утеплили. И нужно утеплить вот сам подвал. Но это технические решения примут, так сказать, специалисты, и поэтому сделают ту работу, которая необходима. Алгоритм работы системы «Инцидент-менеджмент» базируется на цифровых технологиях. Это позволяет оперативно выделять актуальные запросы и принимать решения. В течение 24-х часов каждый гражданин должен у нас получать ответ. Есть трудновыполнимые работы, которые затягиваются, но в любом случае ответ дается своевременно. По той ситуации улицы Пролетарской, по отсутствию воды, тоже отрабатывали. То, что было глубокое промерзание грунта, силами водоканала оно было устранено. И я сам лично на связи, постоянно с населением, на странице Facebook, на странице в Инстаграме. Люди пишут, и каждый свою проблему решает как можно в кратчайшие сроки. Обращения поступают самые разные. Отопление, водоснабжение, тарифы на коммунальные услуги, социальные выплаты. Эти вопросы волнуют жителей всех муниципалитетов. Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. Как определяется эффективность работы органов власти? На семинаре с главами администрации муниципальных районов и городских округов обсудили вопросы работы местного самоуправления. Особое внимание было уделено сфере образования. Специалисты создали мотивирующий рейтинг для муниципалитетов Чувашии, в котором 21 критерий. По ним определяется показатель работы школ, вузов и СУЗов Республики. Рассматриваются такие аспекты, как оплата труда учителей, количество финалистов всероссийских олимпиад и многое другое. В районах Чувашии остро стоит кадровый вопрос. Всего у нас 305 педагогических работников. Кадры, конечно, нужны, особенно молодые. Не в числе худших и не в числе лучших. Поэтому очень активно сейчас будем направлены на работу с привлечением молодых кадров. Но необходимость присутствует, имеется. Активно продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений. При работе многое зависит от правильной подготовки проектов. Большое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности. Мы с вами утвердили единый стандарт. Единый стандарт включает в себя безопасность. Повторюсь, да, вот здесь тоже на складе. Это и ремонт ограждений, и снос ваших гаражей, которые есть на территории. И освещение, и асфальты внутри территории. Самое главное – спортивные площадки, которые необходимы детям, чтобы они в конце концов играли в футбол. В детских садах – это веранды, это шлагбаум. Это видеонаблюдение тоже сюда входит. Не должно возникать и проблем с подрядчиками. Для этого необходимо контролировать его действия на всех этапах работы. Ольга Семенова, Игорь Ульянов, Республика. Сегодня глава Чувашии встретился с координатором проекта ОНФ «Материнская платформа» Татьяной Буцкой. Этот проект был представлен в финале конкурса «Лидеры России. Политика». А также на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость». Далеко не все родители знакомы с полным комплексом государственных мер поддержки, как на региональном, так и федеральном уровне, считают эксперты. Цель проекта – время рожать, информирование и помощь семьям с детьми. Татьяна Буцкая создала систему информационного сопровождения от мечты о ребенке до выхода из декретного отпуска. В Чувашию она приехала для реализации проекта в рамках конкурса «Лидеры России. Политика». Погрузилась в изучение, и я прям полюбила ваш регион, потому что я видела там, вот это регион не без различных людей, мне кажется. Я смотрела интервью, я смотрела видео с различных ваших мероприятий, я смотрела, что говорят люди, я смотрела, что они делают. И я понимаю, что у вас в республике живут люди, которые, они, вот, они живут здесь с любовью. Вот я вкладывала в проект именно вот это желание, чтобы к 30-му году, как я написала, Чувашия стала регионом реализованных возможностей. Татьяна Буцкая отметила, что в силу ряда причин достичь некоторых параметров нацпроекта «Демография» довольно сложно. Дорожная карта регионов России, которая создается для семей, планирующих пополнение, будет содействовать повышению качества и доступности медицинской помощи. Олег Николаев подчеркнул, что многие мероприятия и параметры проекта созвучны с комплексной программой развития Чувашии, которая была принята в прошлом году. Было приятно видеть вашу работу, и с удовольствием сегодня мы с вами пообщаемся. Возможно, я услышу какие-то, может быть, новые видения того, что нам надо сделать Чувашии для того, чтобы быстрее поменять ситуацию, потому что на это нас ориентирует президент страны, что люди изменения должны чувствовать как можно быстрее, то есть не через годы. Родители выпускников сели за парты, чтобы сдать единый государственный экзамен. Условия написания такие же, как у ребят в конце учебного года. Пункты сдачи развернулись практически во всех муниципалитетах. Проходите, распишитесь. Обработка рук, измерение температуры, вход только в масках и при наличии паспорта. Обязательно проверка на наличие запрещенных предметов – телефона, гаджетов, шпаргалок. Запрещается иметь при себе средства связи, электронную вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Никаких послаблений. Взрослые пишут единый государственный экзамен по русскому языку. Единственное отличие от выпускного ЕГЭ – сокращенный вариант заданий. Время для выполнения – один час. Взрослые волнуются, как дети. Очень хочется на себе прочувствовать, по крайней мере, психологически и морально, что это такое. Сразу накатывает волна страха и паники. Перед тобой белый лист, и ты просто теряешься сразу. Даже задания тебе еще не выдали, тебе уже нервное напряжение сказывается. Честно говоря, не было времени готовиться совершенно. Школьники сдают ЕГЭ уже почти 20 лет, но ежегодно появляются какие-то нововведения. Такие пробные экзамены для взрослых помогают понять, что при хорошей подготовке выполнить задания не так уж и сложно. Раньше было проще название, например, синтаксический разбор, разбор слова, разбор предложений по частям речи. А сейчас, соответственно, это называется морфологический, синтаксический. То есть используются такие более научные слова, которые, в принципе, можно было заменить простым русским предложением. И поэтому возникает у родителей страх. С каждым годом родителей, желающих проверить свои силы, становится все больше. После этого легче настроить детей на экзамен. Основные единые государственные экзамены для выпускников начнутся 31 мая. Татьяна Трофимова, Владимир Синдеев, Республика. Сегодня Союз театральных деятелей Республики собрался на отчетно-выборную конференцию. Это хороший повод обсудить итоги многолетней работы, наметить планы на будущее. По решению членов Союза председателем на следующие пять лет выбран артист Чувашского драматического театра имени Константина Иванова Сергей Павлов. Безусловно, главным событием за последние пять лет стал 2019 год, который прошел в России под знаком театра. Лаборатория национальных драматургов, фестиваль театров юного зрителя, 37 новых спектаклей и больше 8 тысяч культурных проектов. Все это удалось реализовать в Республике. В год театра было проведено 8 театральных форумов по всем округам России. Помимо праздничных мероприятий, передачи эстафеты, были проведены мастер-классы, творческие встречи, семинары и все, что помогало артистам повышать свой творческий уровень. 2020 год принес немало испытаний для театральной сферы. Многие запланированные мероприятия так и не состоялись. Но говорить о том, что театральная жизнь замерла, все-таки не приходится. Постановки к 75-летию, Великой Отечественной войне и столетию Чувашской автономной области прошли в онлайн-формате. Будет правильно, если я скажу, что удовлетворительно. При нынешней ситуации, когда весь мир болеет огромной трагической болезнью, и как бы вот сохраниться, выжить в этой ситуации, по-моему, это тоже подвиг своеобразный. Любой, наверное, коллектив нашей республики, театральный коллектив, наверное, всегда ставит себе задачи быть достойным времени, быть достойным тем мечтам и желаниям людей, которые сегодня живут, чтобы им было интересно. Сейчас театральное сообщество постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Спектакли проходят при соблюдении всех мер безопасности, заполняемость не более 50% зала, социальная дистанция и маски. Делается все для того, чтобы зрители вновь смогли наслаждаться живой игрой актеров со сцены. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. Официальный печатный орган Государственного совета Чувашии газеты «Республика» отметила 25 лет со дня основания. В Национальной библиотеке прошел круглый стол. Его тема – современный парламентаризм в публикации в газете «Республика». Первый номер республики вышел 8 марта 1996 года. Александр Белов тогда возглавил газету. Он рассказал, что название придумали еще в 1991 году. Тогда хотели обновить советскую Чувашию. Была мода на замену всего советского. Но бренд сохранили, а название пригодилось. А через пять лет, когда было решено кавалерийским наскоком создать парламентскую газету, вот буквально из кармана было вытащено, давай назовем «Республика». Убрали только Чувашию. Опять же, надо бы «Чувашская республика» называть опять официальной сложности. Вот оставили «Республика». Повторюсь, газета создавалась в попыхах, без всякой подготовки. Не уверен, что все делалось правильно. Скорее, больше неправильно, чем правильно. Но тем не менее. С тех пор, конечно, многое изменилось. Но, как и 25 лет назад, задача газеты полна и объективно освещать все ключевые события, происходящие в Чувашии и парламенте. За это время здание стало постоянной площадкой для общения депутатов со своими избирателями. Сегодня газета все-таки стала помощником законодателей Чувашии. Действительно, депутаты Госсовета и Государственной Думы Российской Федерации всегда выражают свою позицию по тем или иным вопросам, которые наши граждане-избиратели поднимают и свою позицию через эту газету высказывают. Ну и, конечно же, много сегодня в газете у нас печатаются материалы именно с комментариями. И после всего этого, конечно же, идет уже живое общение на страницах нашей газеты. Газету «Республика» с юбилеем поздравили депутаты Государственной Думы и Государственного Совета Чувашии. Петр Краснов подчеркнул, что за 25 лет издание не изменило себе, в доступной форме разъясняя читателям закона и нормативные акты. С одной стороны, такой газеты, такого органа в «Республике», конечно же, нет. Наверное, и быть не может, поскольку я являюсь органом законодательной власти, Государственного Совета. С одной стороны, просто мы обязаны, или газеты обязаны публиковать и законы, и постановления Государственного Совета. С другой стороны же, есть журналистский коллектив, прекрасные ребята, которые хотят творить, писать, летать, находить, искать. Вот это вот удается. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, «Республика». В столичной музыкальной школе номер 5 имени Филиппа Лукина прошли музыкальные мастер-классы. В рамках всероссийского проекта «Профессия. Голос» известные вокалисты провели несколько обучающих уроков для учеников и педагогов. В сценах актового зала музыкальной школы звучит «Ава Мария». Солист Большого театра Николай Диденко разбирает композицию, которую исполняет хор «Соловушки» буквально по нотам. И прямо на ходу дает рекомендации юным вокалистам. Всех детей, да и у многих взрослых, вот эта челюсть чуть выходит вперед, они тянутся за нотами, и гортань ползет из-за этого откровенно наверх, вот эти мышцы все поджат. Перед, грязь я пленок. Видите, она у меня абсолютно варна и сильна. Я ее почти не задействую пока. Она у меня работает только когда мне надо быстро произнести челюсть. Я поняла, что роль в мене играет большая часть этот текст. Мы же передаем им все свое вдохновение, суть этой песни им, чтобы они поняли, какая она. Буквально за пару часов Николай Диденко показал ребятам и педагогам сразу несколько разных техник на дыхание и подачу звука. Я очень доволен вашей работой, спасибо вам большое, вы умнички, очень здорово поете, чистенько, все хорошо. Надо, конечно, еще работать над многим. И первое, от чего бы я призвал вас как раз чем заниматься сейчас, это попробовать разжать вам голоса. В соседнем кабинете заслуженный артист России, концентмейстер Александр Покетченко анализирует игру Марии Павловой. Он преподает, он занимается очень эмоционально и видно, что он очень любит свое дело. И как пианист он тоже достаточно профессиональный, потому что он сам садится, показывает. Мне очень понравилось, я думаю, мне это пригодится. Для этих девушек фортепиано – основа всего обучения. Его не зря называют королем музыкальных инструментов. Это, пожалуй, самый гибкий многоплановый инструмент, а его тональный диапазон охватывает спектр звучания всего оркестра в целом. Наста Федорова решила, что станет пианистом еще в пять лет, вспоминает, как смотрела с бабушкой концерт по телевизору. И была просто восхищена игрой на рояле. Девушка и сейчас видит себя в роли концентмейстера, поэтому считает такие мастер-классы необходимыми. Эти мастер-классы могут даже вдохновить, может, на то, что ты хочешь, допустим, в консерваторию поступить после них, или же там работать в Большом театре. И тебе обязательно нужна такая, я думаю, консультация, чтобы понять, какие там люди работают, с чем работать, какой материал. Именитые музыканты открыли много профессиональных секретов. Возможно, благодаря такой учебе ряды профессионалов пополнятся и нашими исполнителями. Юлия Важенина, Георгий Кривошейн, Республика. Это главные новости Чувашии к этому часу. Далее полезная информация, а я с вами прощаюсь. До завтра. Анна Яковлева – мама двоих детей и очень занятой человек. Оплата бесконечных бумажных питанций занимала у нее много времени. К тому же они могли периодически теряться. Поэтому Анна рада, что появилась возможность все оплачивать через интернет-сеть Чувашской энергосбытовой компании. В телефоне или планшете и в любое удобное время. Вы берете телефон, заходите в личный кабинет, и там можно отслеживать всю аналитику, все показания счетчиков, сколько вы и когда оплатили. То есть это очень удобно, практично. Не нужно тратить время на проезд, не нужно стоять в очереди. И это и правда экономит очень много времени. В 2020 году, в период закрытия офисов, обслуживания, интерактивные сервисы показали востребованность у потребителей. За год число пользователей сервисом электронная квитанция увеличилось почти вдвое. Чувашская энергосбытовая компания решила поддержать потребителей, которые пока не перешли на электронную квитанцию путем проведения акции «Подключайся». Сама акция проводится среди тех, кто подключился именно в прошедшем месяце к сервису электронной квитанции. Далее отбирается состав участников и уже далее методом генерации случайных чисел на совершенно произвольном сайте, который позволяет использовать генератор случайных чисел, мы определяем номер победителя, по которому, соответственно, определяем лицевой счет этого победителя. По республике функционирует 8 отделений Чувашской энергосбытовой компании. По итогам февраля счастливчиком стал пользователь под номером 70. Он живет в Канаше. И приз «Бытовая техника» будет отправлен в местное отделение. Победителем можете стать и вы. Для этого нужно использовать электронную квитанцию, а также совершить платеж на сумму не менее предъявленной всего к оплате в счете квитанции за последний расчетный месяц. Без цифровых девайсов сегодня трудно представить нашу жизнь. А чтобы максимально задействовать все возможности интернета, важно правильно выбрать провайдера. Федор Иванов – первый клиент нового офиса. Несмотря на свой возраст, убежден, что без интернета сегодня никак. В период режима ограничений только благодаря надежному провайдеру люди могли дистанционно работать, учиться и общаться с родственниками. Завтра техники с вами свяжутся, подойдут и уже произведут подключение. Большое спасибо, конечно. Я давно хотел подключить. Теперь в солнечном. Ваши Аквилон. Я очень рад. Аквилон заботится об удобстве своих клиентов и открывает новые офисы продаж и обслуживания. Причем, увеличивая географический охват, здесь думают и о новых рабочих местах для жителей республики. Компания Аквилон присутствует на рынке интеллектуационных услуг Чуваши вот уже более 10 лет. За это время мы подключили такие города, как Козловка, Марпасад, Цивильск, поселок Кугеси, Лапсары и, соответственно, естественно, город Чебоксары. Для удобства наших клиентов мы сегодня открываем офис обслуживания и продаж для жителей микрорайонов Солнечной, Ясная Поляна и Лента. На вооружении Аквилона самые перспективные и привлекательные предложения для клиентов. Мы оказываем услуги интернет плюс цифровое телевидение. Интернет получается у нас скорость до 100 мегабит и цифровое телевидение 140 каналов плюс 26 каналов HD-качества. Сегодня вы можете воспользоваться у нас услугами акция «Приведи друга», акция «Новоселы» и акция «15% скидка». Так, при подключении в качестве приятного бонуса Юлия Петрова получила сертификат на месяц бесплатного пользования услугами. Я рада, что переподключилась на Аквилон, потому что все же по рекомендации соседей это произошло. Плюс ко всему на рынке он наиболее конкурентно способен за счет низкой цены и как раз качества. Скачала данные в приложении Аквилон, я могу оплачивать в данном приложении и следить за своими услугами связи. Очень удобный интерфейс в плане того, что все понятно, максимально просто. В новом офисе можно ознакомиться с информацией об услугах компании, техническими возможностями видеонаблюдения, на месте удостовериться в надежности работы сети и Wi-Fi. Новый центр обслуживания «Аквилон» находится по адресу Бульвар Солнечный, дом 16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова